Ежегодно в Якутии увеличивается число использования энергосберегающих технологий. В 2017 году энергосервисные контракты планируют внедрить в многоквартирные дома. Заказчиками выступят управляющие компании и ТСЖ, обслуживающие жилые объекты. Иван Подойницын расскажет подробнее. Энергосервисные контракты уже не первый год заключаются с бюджетными организациями. Чтобы повысить эффективность энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах и привлеченных в реализацию внебюджетные источники, Министерство ЖКХ и энергетики разработало проект порядка введения этих контрактов в жилищную сферу. По многоквартирным домам, почему мы хотим высказывать, потребность на 2017 год пока примут 2 миллиарда рублей. В следующие годы уже 3 миллиарда потребность, 3,5 миллиарда, сумма растет. В бюджете у нас было заложено 500 миллионов рублей. Это с учетом сбора населения. Конечно, средств недостаточно. Вот 1,5 миллиарда дефицит. В 2016 году на государственную программу энергоэффективная экономика направили 189 миллионов рублей. В 12 муниципальных образованиях потребление тепловой энергии в итоге уменьшилось в среднем на 3-3,5%. Ожидаемый результат, на который нацелена энергосберегающая политика, это комплексный эффект, когда население уменьшает энергопотребление, производитель сокращает расход своих ресурсов. Самая главная задача, которая ставилась, когда мы устанавливали это оборудование, это экономия электроэнергии, снижение затрат и, значит, соответственно, ну, снижение тарифов, да, получается. В конечном итоге к этому все и ведет. Удельный расход электроэнергии после установки частоты преобразователей по подъему воды снизился на 25%. Диспетчерский отдел контролирует показатели оборотов выходной мощности насосного агрегата на определенном уровне. На данный момент показывает 48-49% из 100 возможных, что говорит о том, что система работает в полусилы. Благодаря такой сдержанной эксплуатации потенциала достигается не только экономия энергоресурсов, но и снижение затрат на ремонт и обслуживание. Но есть и другая сторона медали. До 2009 года жатайский производитель тепловой энергии был убыточным предприятием, но в результате проведенных энергоэффективных мероприятий стал получать прибыль. Но с вводом энергоэффективного квартала предприятие стало вновь получать свою прибыль не полностью. С одной стороны, чудесно, снижается потребление, люди платят меньше, но что теряем в этом случае мы? В результате будет 74 тысячи калорий, но нам утверждают 85. Естественно, нам искусственно как бы снижают нашу стоимость гипплогии. Вот так как доходы равны расходами, то недостаток доходов в принципе и убыток. Поэтому за три года я могу сказать, что мы 30 миллионов убытков потеряли, получили за счет снижения полезного отпуска. На данный момент жатайские теплосети работают над оптимизацией своих расходов и поиском новых потребителей. Иван Подойницин, Василий Слепцов, МВК Саха, Якутск.